Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте всех поблагодарить за общие молитвы. Это главный день воскресения Господа Иисуса Христа, который своим воскресением совершил победу в жизни над смертью. Он дал возможность каждому последователю, уверя во Иисуса Христа, иметь жизнь вечную. Шесть дней, неделя проходит, и седьмой день воскресный, он и называется воскресный день, воскресение Господа. Это Малая Пасха, напоминание каждому из нас об исполнении заповеди Божией. Одной из них, шесть дней делай, твори дела свои, день же седьмой, посвяти Господу Богу своему. И вот в сегодняшнем евангельском повествовании говорилось о том, что Сам Спаситель наш Иисус Христос ходатайствует пред Творцом неба и земли. Не о всех молю, а о тех, которых Ты мне дал, о тех, кто принял Бога в сердце и в душу свою. О них молю, да будет так, как и мы с Тобой, одно единое. Как важно и как необходимо для каждого из нас понимать эти слова, что Господь просит, как и мы с Тобой, чтобы и они были в таком соотношении с нами. И не даром в Священном Писании Господь говорит, называет братьями и сестрами моими, младшими моими, насколько приближает каждого уверовавшего в Бога. Христианина поднимает на высокую ступень, да будет, как и мы с Тобой, и они будут в таком соотношении. И вот когда глубоко осмысляешь эти слова, думаешь, я-то грешник, та Сыль Божий, Господь Бог, и их соотношение понятно. Святая Троица размышляет, что это единое, единый Господь в своих ипостасях, рассуждая о нас, верующих, принявших веру Бога. И как Он спрашивает о таком равенстве, о нас, недостойных, грешникам. Дай Бог попасть нам, каждому из нас, в это число, о которых сегодня говорил в Священном Писании, чтобы и мы были так, как Господь наш, Спаситель, с Творцом неба и земли, с самим Господом Саваохом. Это соотношение, о котором Господь просил сегодня в Своем Евангелии о каждом из нас. И нам нужно соответствовать, хотя бы чуть-чуть быть причастниками. Похожи мы быть чуть-чуть достойными, хотя бы на немножко. А для этого мы должны стремиться к этому и не бездействовать, а стараться, насколько есть силы и правды. Ибо когда мы лукавим, да ладно, успею еще, да вроде еще не стар, вот пойду на пенсию, вот тогда я, Господи, к тебе приду поближе, а мне сейчас некогда. У меня дети, внуки на подходе, все. Мне нужно заняться сегодня этим. Но если это будет без Бога, то это напрасный труд. Будет наш, он будет тщетный, пустой, бесполезный, бесплодный. Только соотнося с заповедью Божией. Хотя бы одна из них была бы в нашем соответствии. Делай дела Своей, шесть дней твори, а день седьмый посвяти Господу Богу, Матери Своему. Хотя бы одну из них соблюдать заповедей, остальное Господь поможет. Ибо Он говорит, если у малого преуспеешь, над многим поставлю. А как бы важно преуспеть бы нам в этой заповеди. положить бы свою жизнь и вручить ее в руки Божии. Положиться на волю Божию. Мы все прекрасно знаем, верим свято, что без воли Божией ничего не бывает в нашей жизни. И не может быть. Но одновременно не доверяем, надеемся, вот я сделаю. Я это совершу, я то сделаю. Потом, Господи, я приду к Тебе. Сегодня мне нужно одно решить, другое порешать, третье. А вот придет пенсия, состарюсь тогда, вот и приду к Тебе, и буду молиться, и буду с Тобой общаться. А Господь говорит, безумец, завтра душу отниму. И где ты окажешься? И вот сегодня Господь напоминает нам и говорит, насколько мы должны быть преданы Господу, насколько мы должны тверды быть в своей вере и хотя бы малое исполнять, дабы Господь дал бы возможность нам и преуспеть в остальном. А для этого нужно наше стремление и желание. И хотя бы маленькое усилие над собой. Потому что без труда мы все прекрасно понимаем. Если мы не посадим семена, то урожая не будет. Это мы прекрасно понимаем. А если мы не совершим молитвы, поста и просьбы, то, естественно, нам нечего ожидать. Дай Бог нам, чтобы сегодняшнее евангельское повествование легло бы каждому из нас на сердце, на душу, чтобы каждый из нас уразумел, Господь печется о каждом из нас. Если мы будем стремиться к этому, если мы этого желать, хотя бы в малом что-то делать для этого, то Господь поможет. А когда мы ленимся или говорим потом, Господи, а потом у нас может и времени не быть. Мы же об этом не знаем. Сегодня ходим, а завтра нет. И мы сегодня должны благодарить Бога за то, что мы ходим. Это дар Божий. Если Господь нам не даст сил на 5 минут и все, мы просто не сможем ни ходить, ни трудиться, ни делать своих дел, которые мы намечаем, это все дар Божий. Господь дает нам силы. мы думаем, что это само собой нам дается. Вот я хожу и что-то делаю. Да, где-то рука болит, где-то нога болит, но это еще. Но я хожу. А если Господь на миг отступится от нас, не даст нам сил, кто мы? Мертвое тело. Мы должны каждый день думать об этом, помнить об этом, что это дар Божий, он не просто так. Это не наши силы, которые мы надеемся на них. Не даст и все. Будем полагаться на волю Божию. Но как говорит мудрость народная, и сами плашать не будем. Хоть что-то будем делать, хоть в чем-то малом преуспевать и заставлять себя, ибо Царство Божие нудится, берется трудами и усилием. Без труда ничего не может быть. Дай Бог нам милости и помощи Божией в этом делании, которое невидное, особое, и так необходимое для вечной жизни. Всех еще раз сердечно благодарю за общие молитвы, поздравляю всех с праздником Воскресения Господа нашего Иисуса Христа и всех причастников поздравляю с принятием Христовой Таины. Ваше Преосвященство Дорого Владыка, сердечно вас благодарим от лица Прихода, что вы не забываете нас не только молитвами, но и своим посещением, потому что для нас очень важно увидеть вас, помолиться с вами и при этом услышать доброе пастырское слово, которое объединяет, укрепляет и дает нам возможность дальше действовать и трудиться. Видя вас, когда вы не попадаете рук, трудитесь, посещая и партию, помимо этого административные вопросы решаете, которые очень важны и спонтанно их, конечно, не решить, а вы все досконально изучая, делаете более того очень верные и подсветающие решения, дальнейшие подсветающие решения. Вот, и вы исполнили. Спасибо, Господи. Я хотел бы сегодня преподнести эту грамоту за содействие и общие труды директор шахматной школы, да? Благодарственное письмо управляющего Ханты-Умансийской епархии преподается Галине Викторовне Ковалевой за оказанную помощь и поддержку в организации проведения первого епархиального пасхального шахматного турнира. Аксиос! 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 Причастников поздравляю с принятием Христовых Таин. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Аксиос! 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 Боже! Боже! Аксиос! Ни боже! Ни боже! Это как будет? Объяснение! Мы идем. Боже! Боже! Продолжение следует...